Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня я расскажу вам о способе холодной засолки груздей. Данный рецепт очень простой и каждый может справиться с этим. Итак, приступим. После того, как мы сходили в лес и насобирали грибы, нужно их замочить. Берем вот такое вот ведро, 10-литровое обычное. Мы засыпаем туда грибы и заполняем доверху водой. Примерно через 2-3 часа, когда грибы постоят в воде, их очень легко помыть от всякого мусора. Потому что грузди растут в лесу еловом, очень много мусора, сверху песка, их нужно хорошенько вымыть. Как же мы моем, чтобы это сделать легко и быстро? Берем обычную губку для посуды, достаем вот так вот груздь из ведра и просто моем. Вот так. Мусор очень легко отмывается, и грибочек получается чистым. Некоторые соскребают вот эту черную верхнюю часть, но я это не делаю. В процессе соления груздь становится фиолетовым, очень красивого цвета, и в принципе не нужно его чистить. После того, как мы почистили грибы, опять заливаем их чистой водой. Воду 2-3 раза в день мы меняем, чтобы вышла горечь. Такую процедуру нужно делать в течение трех дней. Вот по истечении трех дней грибы хорошо вымокают, горечь уходит, и мы приступаем к засолке. Что нам для этого нужно? Чистые грибы, зелень, это хрен, листья вишни, может быть укроп, еще какая-то зелень по вкусу. Вот я использую хрен и вишню. Вот также нужен чеснок, соль и немножко сахара. Вот на килограмм груздей примерно столовая ложка соли уходит. Вот чеснок и зелень по вкусу. Берем обычную трехлитровую банку. На дно укладываем листья хрена. Вот так. Чуть-чуть вишневого листа. И чуть-чуть чеснока. Затем берем грибы и укладываем слоями в нашу трехлитровую банку. Укладываем как можно плотнее, чтобы не было воздушных прослоек. Вот таким образом. Затем берем соль и вот так просаливаем каждый слой. Чесночок, немножко зелени, листочки и укладываем следующий слой. Итак, мы закончили укладывать грибы в банку. Что нужно сделать сейчас? Берем сахар и добавляем примерно пол столовой ложки сахара. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы ускорить процесс ферментации, чтобы быстрее шел процесс квашения. Заполнили банку, добавили немного сахара. Воды никакой не добавляем. В процессе соления выделяется очень много сока из грибов. Скоро банка доверха заполнится этим соком. И грибы будут просаливаться. Наверх мы ложим в обязательном порядке листья хрена. Не должно оставаться никакой воздушной прослойки между крышкой и грибами. Это делается для того, чтобы верхний слой грибов не портился. Когда грибы немножко осядут, можно добавить остальные в банку. То есть можно добавлять еще несколько слоев, чтобы банка была плотно набита грибами. Берем крышку и закрываем. По такому рецепту грибы готовятся около месяца, а обычно 40 дней. Через 40 дней мы можем употреблять грибы в пищу. Можно их жарить, можно заправлять сметаной или растительным маслом, кто как любит. Таким же способом, кстати, можно солить не только грузди. Можно солить также рыжики, можно солить волнушки. Тоже получается очень вкусно. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего наилучшего и хороших урожаев! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok